Я чувствовала себя неполноценной, реально. У меня просто стоматолог был идиот. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка, Эмили и... Аскватима. И сегодня мы снимаем очередное новое видео. Это будет мукбанг. Точнее, я знакомлю Фатю с лесгинской кухней. У нас сегодня будет алуга. Ты когда-нибудь кушала алугу? Уже да. Я опоздно спросила. Вот так вот выглядит блюдо. Это чем-то напоминает пиццу, но это не совсем пицца. Здесь яйца, творог, сметану. Это вкусно. Реально вкусно. Напоминает по вкусу чуть-чуть. Я не пробовала. Да ладно, ты не делала чуть-чуть. Мне тоже очень нравится. Это блюдо готовила бабушка моей бабушки. Представляешь? Это блюдо, да. Скажи алуга. Алуга. Это блюдо готовят в деревнях, в специальных печах, в которых пекут хлеб. Как печи называются, я забыла. Хар. Угу. То есть половина – это тесто и хлеб. Это уже второе видео за сегодня. У меня третье. Да, первое видео про раков у меня на канале. Подписывайтесь, кстати, на канал Пати. Все потекло. Это уже традиция – пачкаться во время съемок. Я не ожидала, что мы сочные. Ничего тебе можно, у тебя брекеты. Ты бедняжка. При чем здесь это? Почему бедняжка? Я не чувствую себя бедняжкой. Когда я носила брекеты, мне реально очень трудно было жевать, мне очень трудно было кушать. Я чувствовала себя неполноценной. Реально. У меня просто стоматолог был идиот. У меня постоянно белая губа натиралась об этих брекетах. Я ему говорила об этом. Я ему говорила, да, существует такая штука, ее клеишь, калит на брекеты. И он тебе не клеил? Вот именно, что он три года забывал ее приносить. А мне приклеили. Вот из-за этого, наверное, у тебя все проходит так нормально. Еще мне сначала дал врач специальный из воска. Я сама клеила, а потом он сам... Вот воск, воск, вот. Он сказал, что существует специальный воск, который он принесет, и каждый раз забывал. Ну, с ним неудобно. Его каждый раз надо заново клеить. Ты же ешь, он сходит. А так врач запаял там что-то. И уже все хорошо. Ты уже заял? Да, ты зверь, детка. Большой жирный лайк. Вообще, до сегодняшнего дня все, что готовит мама Альки, все вкусно. Спасибо, дорогая. Обожаю ее. Это одно из ее фирменных блюд. На улице такой дождик, и я даже Фатя говорю, можно еще одно видео какое-то интересное снять. Она говорит, неохота спускаться и брать у доставщика. Потому что дождик. Доставщики тоже, знаешь, какие-то наглые пошли в последнее время. Вот Фатя всегда до квартиры доставку делает ей. Помнишь, я всегда в ней спускалась и брала? Хотя платила за доставку прям до двери. Если я плачу за доставку до двери, мне должны доставить до двери. Ну, здесь есть такой нюанс, что у вас домофон. Нет, даже дело не в этом. До этого даже дело не дошло. Мне доставщик говорит, я рядом с Нептуном, говорит, можете подойти и взять. Просто они настолько привыкли, что я сама спускаюсь и иду в удобное им место. Как-то так. Очень сочно. Мне очень понравилось. Я рада. Хочете завернуть с собой? Нет. Почему? У нас принято так заворачивать с собой. Это можно махнуть в разное. Сырный соус, майонез. Но мы обычно макаем в мацони и кушаем. Ой, сори. Третьи. Я же первый ем. Я же мельница. Алька. Сюда-то пошли в бургер-стейшн. Мы так смеялись над тем, что они были в шоке. Над тем, сколько ест Фатя. Фатя просто и за кадром ела. Но они назвали меня мельницей. Теперь это мое новое имя. Мельница, Фатя. Мельница. Это круто. Устрашающе звучит. По-запожански, гейман. Посмотрела видео Фатя с мамой. Мне так понравилось. Так было мило, что и маме нравятся мои видео. Да, и твои видео, они нравятся больше моих. Посмотрим, какие вопросы вы мне задали. Нам точнее. Давно не было вопросиков. Поэтому подписывайтесь на наши инстаграмы. Ссылки будут в инфобоксе. Если вы хотите, что в следующий раз ваш вопрос прозвучал в нашем видео. Почему вы такие милые и хорошие? Как мило, спасибо. Не знаю почему. Ваше хобби. Хобби, я считаю, Ютуб своим хобби. Монтаж видео моего хобби. Мне кажется, на больше нас не хватит. То есть, вот, например, если я захочу пойти на рисование, у меня уже не будет времени на это. Работа, Ютуб. Как все успеть? Причем увлекаюсь макияжем. Но сделаю макияж в основном себе. Сегодня она пришла с таким мейком, что я подумала, что она из салона. Даже в салоне иногда так не красят. Почему долго не было видео с Айкой? Потому что не было времени. Почему ты не снимаешь АСМР, Айка? Как вопрос тебе? Я могу снять, просто у меня все-таки канал про мукбанки, и люди подписались на канал с мукбанками. Если бы они хотели бы увидеть у меня на канале АСМР, они подписались на канал АСМР. Когда я снимаю мукбанки, бывает куча недовольства от зрителей, которые любят... Ты сейчас снимаешь АСМР? Да. Да, реально. Да, АСМР хорошо набирает просмотры, но я стараюсь к каждому прислушиваться. Я всех очень люблю. А еще тебя люблю. Здесь просто очень толстый хлеб. Вообще, все, возьмите уже вопросы. А что она спрашивает? Почему стали именно футболами? Расскажи это. Слушай, еда это наш конек. Когда я встретила Фатю, я поняла, что она прирожденный мукбанкер. Это случайно получилось. Мы сняли и увидели, что нашим зрителям это интересно. И не только зрителям. Мы смотрели это видео, и реально было очень интересно. Вот видео про Суши. Первое наше видео. Оно как бы нам интересно. И самим я могу 3-4 раза посмотреть это видео. И идея этого видео у меня родилась вообще как-то спонтанно. Я помню, я лежала в ванной, никого не было дома. Я такая сижу, отклинусь, так было. Я подумала, надо снять какой-то челлендж. Думаю, какой-какой. Кто что больше сделает. Я подумаю, давай, кто больше съест суши. Сказал Фатя, Фатя сказал, я за любую движуху давай. Фатя всегда так говорит. Собрались, сняли. Потом, когда я монтировала, Фатя спала, помнишь, Фатя? Фатя спала в тот момент, когда я монтировала. Это в тот день было, да? И прям в тот день залили и сразу начали набираться просмотры. Да, мы были. Мне кажется, если вы выбрали тематику и вас по этой тематике не набираются просмотры, ну, никогда, то не надо продолжать это снимать. Попробуйте что-то новое. Поменяйте тематику хотя бы немножко. Потому что я знаю блогеров, которые начали, они увидели, что у меня мукбанки идут, например, да, начали тоже снимать мукбанки, но у них не получается так, как у нас. Даже дело не в этом. У кого-то не прет именно на канале. Я не знаю, может, это от хэштегов зависит или от чего. От аудитории. Дай, пожалуйста, попить. Просто у нас весело получается. А еще мы любим есть. Мы любим вкусно поесть. Например, у нас с косметикой не шло правильно, но есть блогеры, например, Рита Т, по-моему, да, ее зовут. Она как быстро набрала аудиторию. У нее прям вообще... То есть, опять же, выбирайте то, что подходит вам. Ты сколько штук съела? Мне кажется, что... Мне вообще хорошо, что это не был челлендж, а то бы я здесь опозорилась. Но учитывайте, что это мой третий мукбанк за день. И время сейчас 3 часа дня. А что ты сняла утром? Я сняла вареники. А я видела в инстаграме. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Ссылки внизу. Обычно, например, у пиццы я уголки не ем. Но тут мне нравится. Я хотела пати завернуть, но, походу, у меня нечего будет заворачивать. Да, вы еще. Вопросы? Угу. Сколько я правда, Рисла Теллаш? Сколько я правда? Да. Правда. Чаще пользуетесь такси или общественным транспортом? Пати часто пользуется такси. Я общественным транспортом. Почему вы задаете одни и те же вопросы? Объясните мне. Ну, это задают разные люди. Может быть, они не знают, что такой вопрос был уже задан. Корочку оставлю. Вы где хотите праздновать день рождения? Я хочу праздновать в Бургерстейшн, но я еще не знаю. Возможно, это окажется далеко для моих друзей. Ну, возможно, нет. Там очень бюджетно получается и очень вкусно, кстати. Плюс еще заведение такое. Но у меня не скоро день рождения. Кто по знаку Зодиака? Стрелец. Я Телец. Телец-Стрелец. Сидите ВКонтакте. Я сижу, но... То есть я есть ВКонтакте, у меня там более 14 тысяч подписчиков, но до 16 у меня уже. Но я уже не захожу, так как мне Инстаграм намного ближе. А вот какой соцсистик ты бы выбрала? Например, Ютуб или Инстаграм? Ютуб. Я тоже. Вот я могу себя назвать конкретно Ютубером. Да, я тоже. То есть Инстаграм это тоже хорошо, это тоже интересно, но без Ютуба я бы жить не смогла. А вот именно эти видео, когда ты делаешь уборку, даже когда купаюсь. Вот я купаюсь, я ставлю телефон и смотрю какую-то передачу или какое-то видео. Я вообще не сижу ВКонтакте. У меня даже нет аккаунта. Я люблю вас, мы тоже любим. Мы любим всех своих зрителей. Лето или зима? Лето, но чтобы оно было не чересчур жарко. Мне кажется, если выбирать зиму, то это только зима в России, потому что там реально чувствуется зима. А здесь... Осень. Это просто вечная осень. Это вот дождик какой-то, минусовой температуры, никогда не бывает снега, никогда не бывает. Вот просто, знаете, такая осень хумурая. А вот зимой в России ты идешь по снегу, снег такой хруст-хруст-хруст-хруст. Это такой кайф вообще. Надо как-нибудь на Новый год съездить в Россию. В общем, как-то так. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Может быть, это для вас будет мелочь, но для нас безумно приятно. Давайте поможем Азхватиме добить 50 тысяч. И будем торт кушать. Будем торт кушать. Вот. Всем желаем удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Пока.